МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поговорим и о реформах, которые предстоят некоторым службам в составе управляющей компании, и ответим на вопросы и так далее. Давайте сразу посмотрим. Это аварийно-диспетчерская служба и её работа. Давайте сюжет в студию. Задайте, как вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. В аварийно-диспетчерскую службу ЗАО «Калево-Бережье» стекается вся информация об аварийных ситуациях и техническом состоянии инженерного лифтового и другого оборудования обслуживаемых домов. Сейчас, по словам сотрудников компании, самая горячая пора – подготовка к отопительному сезону. Мы приступаем к запуску отопления. Очень много аварийных заявок. Я даже не могу и сказать, сколько их бывает в день и в ночь звонят. Справляемся. Все задачи решаем, потому что у нас очень большой запас аварийный. Все в работе. Вместе с сотрудниками мы выехали на один из таких вызовов. Молодой Амич купил квартиру в старом панельном доме. Инженерные системы сильно изношены и требуют замены. Чтобы встретить зиму в тёплой квартире, мужчина позвонил в управляющую компанию и оставил заявку. В кратчайшие сроки работы были выполнены. Жители в данном доме обратились в нашу службу. Хотят произвести замену приборов отопления. То есть у нас выехал наш специалист, произвёл замеры. И на сегодня производится монтаж. С собственниками мы решаем вопрос, на какой день им удобно, чтобы мы выполнили данные работы. И в течение дня мы их выполняем. Аварийная диспетчерская служба работает оперативно. Всё устраняется в течение 10-15-20 минут, максимум, в зависимости от дальности поездки аварийной бригады. Ну, в целом, оперативно. То есть бригад у нас достаточно. Всё оперативно, срывов не было. В распоряжении службы находится всё необходимое для качественной подготовки к зимнему периоду. Это спецтранспорт и запас материалов и инструментов для оперативного устранения аварийных ситуаций. Все филиалы оснащены тракторами со специальной снегоуборочной техникой. Помимо этого, в аварийной службе имеется автовышка, с помощью которой ремонтируются фасадные освещения, межпанельные швы и шиферные кровли жилых домов. Кроме того, все работы выполняют высококвалифицированные специалисты. Мы работаем более пяти лет. Объём работы очень большой. Порядка шестисто домов по городу. Особенно тяжело приходится по осени. Весь персонал квалифицированный. Это, по сути дела, наши надёжные партнёры, на которых всегда есть когда обратиться, потому что служба работает круглосуточно. И иной раз приходится работать и в ночь. То есть работаете для людей? Стараетесь, чтобы... Конечно, конечно. А иначе, понимаете, вот... Эта служба, она для того и создана, для того, чтобы помогать в любое время, при любых обстоятельствах. Диспетчерские службы ЗАО «Калево-Бережье» оборудованы современной компьютерной техникой и отделом обратной связи. После выполнения заявки специалисты обязательно проверяют качество её исполнения, обзванивая своих клиентов. Как говорят диспетчеры, это самая приятная работа. Ведь именно здесь так часто можно услышать слова благодарности. Спасибо, что ответили. До свидания. Пока. Продолжаем нашу программу. Напоминаем, что у нас новый телефон работает и группа ВКонтакте, куда вы можете обращаться. Олеся Зиновьевна, у вас сейчас, можно сказать, отлаженная структура работы аварийно-диспетчерской службы. Да. Много лет мы к этому шли, уже не первый год работаем в таком качестве. И хотим сказать, что именно то, как мы отладили взаимодействие с населением, даёт нам, в общем-то, позитивные результаты во взаимодействии с нашими жителями. Аварийно-диспетчерская служба должна оперативно принимать все телефонные звонки граждан. Работает она у нас, естественно, как положено по законодательству, круглосуточно. Круглосуточно принимаются все звонки, и бригады выезжают у нас на устранение аварийных ситуаций. Я хочу сказать, что наша аварийно-диспетчерская служба не один год проявляет себя очень позитивно, активно, достойно в зимний период времени, что очень важно. То есть у нас такие, как примерзание внутри подъездных каких-то вещей, приборов отопления, то есть у нас не допускается. То есть и аварийных ситуаций у нас практически уже сводится к минимуму. Ну, это достигается взаимодействием и аварийной диспетчерской службы, и плановой работы самоуправляющей компании. Потому что очень много мы информации черпаем, конечно, из информации аварийной диспетчерской службы. Ну, начальники участков, безусловно, и монтажники обходят подвальные помещения, но тем не менее, если ты выводишь отчет по дому аварийной диспетчерской службы, и видишь, что из месяца в месяц у тебя очистят канализацию, то понятно, что ее уже пора менять. То есть видны те проблемные места по частоте обращения в аварийную диспетчерскую службу, на которые необходимо обратить пристальное внимание в текущем ремонтном... В текущем потом, да. Осмотр, можно сказать, делает. Они делают дополнительный осмотр, да, то есть как бы, из которого мы видим, если даже при визуальном осмотре никак себя не проявило, то есть протечек нет, ничего нет, да, то есть, а вот вызов за вызовом туда идет, то есть мы устраняем и устраняем. Такое тоже бывает. Значит, необходимо уже что-то, либо часть трубы менять, да, то есть как бы обращать на это внимание, советуемся с уполномоченными представителями и принимаем меры. Как взаимодействует управляющая компания с аварийной диспетчерской службой? Ну, аварийная диспетчерская служба, если вот сопоставить ее, допустим, со скорой помощью, то это вот скорая помощь, которая выехала, сняла самый, вот сказать, накал болезни, то есть устранила, и передает на лечение лечащему врачу. Лечащим врачом является дневная работающая группа монтажников, работников, там и главный инженер есть, и специалисты необходимые, которые принимают решение, что же делать в дальнейшем. Аварийная диспетчерская служба ни в коем случае не осуществляет мелкосрочные ремонтные работы. Она должна устранить саму причину протекания, да, то есть как бы бывает это отключение стояка, допустим, по всему подъезду, потому что мы приехали, течет, а в квартире никого нет, да, то есть как бы из той, из которой непосредственно поток воды идет, да, что делать? Ну, отключаем весь стояк, да, и передаем на утро всю информацию уже непосредственно на участок. А на участке какая программа работы? Это алгоритм действий, который отработан и работает ежедневно. Придя на работу, начальники участков открывают программу, им доступна программа аварийной диспетчерской службы, в которой они видят, на какой дом в течение ночи, либо выходные, или праздничные дни, потому что аварийная диспетчерская служба осуществляет аварийное прикрытие в ночное время, в праздничные и выходные дни. И начальник участка видит, на какие дома у него осуществлялся выезд. Соответственно, он утречком рано, после того, как прошла ночь, должен обойти и осмотреть эти дома для того, чтобы принять уже объективное решение, что необходимо дальше делать. Вот такая комплексная терапия позволяет купировать проблемы. И я хочу сказать, что когда мы эту методику вводили в взаимодействие, обращение граждан в ночное время и днем у нас достигало до 400 заявок в день. Сейчас летний период у нас 220-230 обращений граждан. То есть падение уровня заявок свидетельствует о том, насколько качественно обслуживается дом в течение всего периода. То есть снижение заявок у нас есть, мы это видим. Ну, конечно же, надо сказать, что, во-первых, сегодня 25 число и у нас начало отопительного сезона. И возрастет количество заявок в разы, особенно когда похолодает. Сейчас вот тепленькие дни у нас выдались, и это для нас хорошо, потому что запуск системы в теплый период, он не столь вызывает эмоции у жителей, когда уж совсем холодно и напряжено. Поэтому методика у нас такая. То есть вот у нас постановление. Три дня мы запускаем. Дома сначала стоят на циркуляции, потом мы запускаем дом, потом мы работаем по стойкам. А уже субботник, 6 число октября, мы выходим и работаем именно по стойкам с заходом практически в каждую квартиру, от которой поступила заявка, что у них еще стойки холодные, то есть или батареи холодные. Этот субботник мы из года в год используем для регулировки тепла, потому что, ну, понятно, что в выходные дни мы застанем людей намного больше. Мы в течение недели, естественно, везде стараемся попасть, но попадание в выходной день, такой вот субботник, он дает больший эффект в плане снятия напряжения сразу же. То есть и соседи дома, и есть зайти возможность, а где же причина, выяснить ее, чем вот дома никого нет. Это понятно. Ну вот, в общем, так у нас построена работа, и аварийная диспетчерская служба, она показывает стабильный результат и стабильно позитивный результат. Хочу сказать, что практически не стало обращений граждан и жалоб на грубый разговор диспетчера. Вы знаете, было такое поначалу, еще лет 6 назад, да, то есть грешили, но запись телефонных разговоров очень сильно дисциплинирует обе стороны, по ту и другую сторону телефонной трубки. Очень дисциплинирует, потому что иногда бывают жалобы на то, что мы грубим, диспетчера грубят, поднимаем запись телефонного разговора, охранятся, кстати говоря, они 3 года у нас, и выясняется, что и с той стороны у нас тоже бывают, конечно, казусы. Людей можно понять. В аварийную диспетчерскую службу обращаются, когда случилась беда, и там, конечно, не до реверансов. Поэтому мы с пониманием к этому относимся, и наши диспетчеры проходили психологическое аутотренинги в плане того, чтобы как не принимать на себя, но уметь стабильно держать ровное настроение. Потому что, в отличие от населения, мы, управляющие компании, и непосредственно наши работники-диспетчеры, не имеют права на эмоции, скажем так. На проявление эмоций. На проявление этих эмоций. Не имеем права на проявление этих эмоций. Поэтому, если вдруг что-то у кого-то случилось подобное, наши телефоны все понятны, наша приемная всегда открыта, пишите, будем разбираться. Но хочу сказать, что качество обслуживания выросло колоссально. Это, конечно, приятно. Поступают даже благодарственные письма в адрес аварийной диспетчерской службы за быстрое оперативное устранение тех или иных жалоб. И поступают, были такие благодарственные письма в адрес диспетчера, который принимал на себя удар, скажем так, психологический. А потом, когда уже напряжение было снято, у людей выполнены все заявки, видимо, люди посидели, вспомнили ситуацию, уже в более спокойном состоянии, оценили, насколько выдержанно себя вели диспетчера. Не буду называть фамилии диспетчеров. Они у нас все молодцы, все стараются. Но сейчас у нас впереди напряженное время. Опять же, я говорю, это начало отопительного сезона. И поэтому диспетчерскую усиливаем практически в два раза. Если в обычном режиме у нас работает 4 диспетчера, плюс 3 диспетчера в ночное время, то сейчас мы увеличим в два раза, чтобы принять все звонки. Не факт, что мы сразу же успеем на все заявки, потому что понятно, что проблемно, особенно со стояками, будет большая. Но они будут зафиксированы. И еще раз говорю, в субботнике мы пройдем абсолютно всех, от кого поступила заявка. Еще можно так сейчас повторить телефон, Олеся Зиновьевна? Аварийная диспетчерская служба 909-105-909-106. Да, в период запуска тепла это тем более очень актуально. Звоните, мы ждем ваших заявок, понимаем, насколько вам бывает непросто, не оставим вас наедине со своей проблемой. А то, что мы не оставляем людей наедине со своей проблемой, свидетельствует то, что в управляющей компании Левобережье создана еще одна система выявления проблемных ситуаций. То есть диспетчера приняли заявку, специалисты выехали на заявку, устранили. А как узнать, действительно ли устранили или нет? Действительно люди довольны качеством работы или нет? Существует служба дозвона, когда мы звоним по заявке и спрашиваем, заявку выполнили, качество устраивает, вопросы к управляющей компании есть или нет. То есть и такой дозвон по заявкам, выполненным и поступившим, ну вот сегодня я смотрела статистику вчерашнего дня, это было 92%. То есть я каждое утро начинаю тоже с работы аварийной диспетчерской службы и контроля за ее деятельностью. Я смотрю, сколько за сутки поступило заявок, сколько перенесено, сколько не выполнено, по какой причине. Кстати сказать, процент невыполненных заявок, не согласованных с жителями, ну уже сводится практически к 1-2% не больше. Такого нет. То есть вообще невыполненных заявок нет. Заявка может быть только перенесена по согласованию с собственниками. И моменты невыполнения этих заявок выявляются как раз в обзвоне, когда мы звоним и спрашиваем, выполнена заявка или нет. Так вот я хочу сказать, что за все время, ну таких, ну наверное, случаев 6 выявлено. И по строгости всего закона были, конечно, люди наказаны, наказаны исполнители. Да, это недопустимая ситуация. Поэтому контроль качества уже вот в этом понимании у нас организован. Помимо этого контроля качества у нас существует еще один обзвон. Когда у нас сформировалась по истечении многих лет работы телефонная база, ну люди же к нам звонят, и мы спрашиваем, с какого номера телефона вы звоните, чтобы было куда перезвонить и спросить, выполнена заявка или нет. И таким образом у нас уже сформировалась достаточно большая телефонная база, телефонных номеров. И у нас сидят отдельные люди, которые потом обзванивают целые дома, и в обзвон у нас такой дом попадает один раз в два месяца, когда мы звоним и спрашиваем, какие проблемы есть по дому и вопросы к управляющей компании. Это может быть и дворник, и мусоропроводчик, и техничка. И там, допустим, я не знаю, оторванные перила там или еще что-то. Допустим, что мы не успели отреагировать и выполнить. Мы эти заявки тоже звоним, собираем и на них реагируем. То есть это вот такой двойной обзвон качества. Это дало нам возможность на самом деле очень близко приблизиться к тому новшеству, которое вводится у нас. Это мы сейчас поговорим. Сейчас после рекламы, блока рекламы, мы как раз поговорим об изменениях в работе диспетчерской службы, которые регламентированы законодательством Российской Федерации. И что будут требовать буквально в марте уже с новых диспетчерских служб, как я понимаю. Давайте посмотрим рекламу. Продолжим нашу программу. Олеся Зиновьевна, что ждет диспетчерскую службу? Ну, вот, в общем-то, часть из того, что я сказала, и что у нас уже организовано, да, в какой-то степени, оно теперь является не новшеством управляющих компаний, а обязательным, общим требованием абсолютно ко всем. Это и принятие телефонного звонка, и запись телефонного разговора, и хранение этого телефонного разговора. Следующий звонок с вопросом о качестве выполнения, это контроль качества называется, да. И там к перечню относятся, что должны приходить в бахилах, и с бейджиком. То есть бахилы и бейджик – это все, что организационно не так дорого стоит. То есть просто мы по себе знаем, что организовать дополнительные, допустим, дозвон, обзвон, хранение даже телефона. То есть смесарь должен заходить в квартиру в бахилах? Да. О-о-о. Это прям требование. Указано, сейчас скажу, в 416-е постановление Российской Федерации в редакции 27 марта 2018 года. То есть с марта месяца можно требовать, чтобы они заходили в бахилах? Да. А если нет, то обращаться в диспетчерскую службу? Да, диспетчерскую службу с жалобой, да. Здорово. Вот, то есть вот весь этот комплекс мероприятий, которые осуществляем мы уже, и мы, в общем-то, считаем, что частично мы готовы не ко всему, сейчас скажу, что еще там есть. Это теперь будет не конкурентное преимущество какой-то организации, управляющей компанией. Это будет обязательство управляющей компании. Требование ко всем. Если управляющие организации не могут справиться самостоятельно, то они должны будут просто привлечь на подряд ту организацию, которая может это обеспечить, потому что это обязательное требование. Еще из обязательных требований, которые должны быть реализованы всеми управляющими компаниями с 1 марта 2019 года в соответствии с этим же постановлением, это фотофиксация исполненных заявок до и после. И хранение этих фотографий тоже в течение пяти лет. Кстати, какой должен быть сервер, как оснащены должны быть исполнители, это должно быть оборудование не менее смартфона в руках у того же монтажника, сварщика, плотника, кровельщика, который, выйдя на заявку, фиксирует до и после, потому что начальник участка ходить за каждым на каждую заявку просто не в состоянии. Это очень дорогостоящие мероприятия, которые, ну не знаю, готовы ли будут управляющие компании к исполнению этого дорогостоящего мероприятия или нет, но вот и сервер, и программа, которая позволяет отсылку, ну то есть вот ты сфотографировала и тебе надо как, если ты пришел, потом скачал это куда-то на компьютер к какому-то исполнителю, который должен сортировать, я хочу сказать, в подвале трубы все одинаковые, как понять, что эти трубы относятся к этой заявке или к этой заявке, да, то есть мы уже просто вникаем в программное написание, да, и понимаем, как это должно работать, поэтому там очень много вопросов, но программисты, задачи поставлены, они уже это пишут, вот, и, ну представьте, я говорила, да, в летнее время 220, если заявок, то это значит 440 фотографий, ну до-после, это в один день, какой у нас только информационный массив должен на серверах... Фотографии кто делает, слесарь? Ну, видимо, да. А они как, будут уметь это все делать? Ну, надо необходимо... Ну, в соответствии с ПАСТОНА, в линии мы читаем. Там же есть места, где сфотографировать. Мы читаем, пункт 17.4. Аварийная диспетчерская служба осуществляет оперативный контроль срока в качестве исполнения поступивших заявок с использованием инструментов фотофиксации. Ну, думаем, как это организовать. Фотофиксации. Ну, вот фотоаппарат-то да, но как фотоаппарат отправит программно на сервер эту фотографию, чтобы она самостоятельно приклеилась к той заявке, которая необходима. То есть этот путь надо программистам прописать, да, у нас программисты сейчас над этим работают, да, ну, чтобы понять, что вот эта заявка, это точно, вернее, вот эта фотография, она соответствует точно вот этой заявке, да, то есть как бы. Поэтому есть вопросы, это сложно, это очень дорогостоящее мероприятие, которое прописано этим постановлением. Ну, и когда это в марте 2018 года вышло, стоял вопрос еще об обязательности исполнения, да, оно прописано, но какова мера ответственности. Так вот теперь у нас вышло, внесены изменения в постановление, по-моему, об административной ответственности и лицензионного контроля управляющих компаний, и работа аварийной диспетчерской службы внесена в обязательный лицензионный контроль. А штрафы поднимаются до 350 тысяч. Вот это да, управляющая компания. Да. То есть, если аварийная диспетчерская служба не организована в соответствии с требованиями 416-го постановления, то при обращении граждан за один факт неисполнения, это может быть одна заявка, можно, в общем-то, получить очень достаточно большие штрафные санкции. Поэтому это необходимо либо организовывать самостоятельно, либо привлекать подрядные организации. Я знаю, что у нас есть подрядная организация, которая работает над этим, это аварийная техническая служба. Мы сейчас с ними активно взаимодействуем, потому что самостоятельно этот проект поднять дорогостоящим. Это надо, чтобы предприятие работало на многие организации, чтобы была окупаемость этого проекта, потому что он дорогой. Ну вот посмотрим, какой результат они нам будут. То есть будете кооперироваться с другими управляющими компаниями? Абсолютно, да, конечно. А как те вот компании, у которых по 5, по 6 домов? Не знаю. Я почему не знаю. Это в тариф ляжет, что ли, получается? Ну, вообще, я хочу сказать, что вот этот новый блок, по сути дела, он стоит дополнительных денег. Конечно, еще каких. Естественно, он должен покрываться определенными затратами, да. Не буду рассуждать на тему того, что первично, а что вторично в жилищно-коммунальном хозяйстве. Возможно, для нас было бы важнее приобретение новой техники, допустим, сварочного оборудования, либо еще чего-то, нежели отвлечение денежных средств на эти мероприятия. Но закон написан. Наш федеральный законодатель опять все. Можно я скажу? Да. Этот закон написан все-таки в рамках клиентоориентированности. Потому что бизнес ЖКХ, мы его называем бизнес, да, то есть его правительство называет бизнес, он будет тогда двигаться вперед, когда он будет клиентоориентирован. И поэтому раз он, видимо, как-то в государстве, государство так думает, что он не так ориентирован на клиента, как хотелось бы, то вот эту клиентоориентированность прописали законодательно, что вы должны слышать и видеть своего клиента. А клиент имеет право обратиться, а как защитить его права, если не записан разговор? Ну, понимаете, да? То есть одна сторона говорит, он дерзил, вторая говорит, не дерзил. Одна сторона говорит, он обращался, а, допустим, мы, как управляющая компания, говорим, да побудитесь Бога, никогда не было ни одного звонка. Если это нигде не зафиксировано, а как заставят зафиксировать, да? Запись телефонных разговоров. Ну, это ясно. Это обязательно зафиксировать, что еще 416-й говорит? Что мы, как управляющая компания, обязаны сказать номер заявки, обязаны сказать, кто принял заявку, понимаете? И это должно быть записано. Сколько фотоаппаратов-то надо? Считаем. Ну, считаем. Считаем. Это еще у нас до марта месяца есть время, поэтому вот... Ну, я вот надеюсь, как-то будет прописано еще какое-то дополнение к этому, какой-то документ дополняющий, разъясняющий, потому что, ну, может быть, в случае какой-то глобальной аварии фотографии, потому что, вот знаете, есть, ну, течет там потихонечку на кухне, и ведь не подберешься там. Сфотографировать-то невозможно. Там полками все заставлено, посудой. Туда пробраться невозможно. Это как? Да, возможно сейчас все сфотографировать. И сейчас есть техника, которая это позволяет. Другое дело, сколько это стоит. А насчет глобальных повреждений, я вам хочу сказать, когда живет одинокий человек, у него очень долго что-то ему мешает жить, для него это глобально. И поэтому у нас не должно, знаете, как Глеб Жеглов говорил, глаз замыливаться, да? Нас должно покидать чувство собственного несовершенства, и мы в каждом клиенте должны видеть глобальную задачу, которую мы должны решать. Только вот с такой идеологией будут, наверное, востребованы управляющие компании на рынке. Я не говорю, что мы сегодня соответствуем вот той идеологии, о которой я говорю. Но мы очень стремимся к этому. И это задача руководства, чтобы весь персонал воспринимал это именно так. Знаете, как говорят, что рыба гниет с головы, значит, и постановка задачи идет только с головы. Если руководитель предприятия будет так мыслить, значит, он транслирует эту задачу всем. И значит, у нас есть надежда на то, что мы останемся на рынке востребованных. Я надеюсь, мы еще вернемся к этому вопросу. У нас, к сожалению, время программы ограничено. Последний вопрос. Давайте посмотрим и ответим на него. С 1995 года по стояку горячей воды, который проходит через кухню, идет холодная вода. 23 года назад был ремонт в подвале, и после этого ремонта горячая вода не идет. Много раз приходили слесари, прожигали трубу, стучали, отсоединяли, но причину не нашли. Что делать? Олеся Зиновьевна, если кратко, что здесь? Здесь у нас заявочка образовалась вследствие того, что собственнику помещения необходимо на кухне произвести прочистку подводящего трубопровода, находящегося в его собственности, после отключающего устройства. Это его собственность, его оборудование. В целом, по дому, нет заявок. И более того, поскольку поступила от вас информация, мы вышли на квартиру, составили акт, объяснили всю жителю, и житель подписал, что он понимает, что необходимо прочистить подводку. В ближайшее время он уже к нам обратился, сейчас это делаем. То есть, в целом, по системе дома вопросов не было. Это его индивидуальное оборудование. Ясно. К сожалению, время нашей программы на сегодня ограничено. Я хочу поблагодарить за обстоятельный рассказ Олесю Зиновьевну Воропаеву. По тем изменениям в диспетчерской службе мы еще, я думаю, не раз встретимся. И будем рассказывать об этом. Ну, а на этом программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания.